Здравствуйте, уважаемые зрители канала Политсигнал, слушатели, а также просто любопытные случайно сюда заглянувшие. Хочу еще раз сердечно поздравить вас с наступившим Новым Годом, пожелать вам всего того того, что может быть вы забыли еще себе пожелать, и чтобы это забыто обязательно, очень хорошее исполнилось в этом году. А канал Политсигнал продолжает освещать одну из самых популярных тем, которые есть на канале, продолжаем освещать ситуацию с сестрами Хачатурян. Тема эта не отпускает, она волнует многих, и женщин, и мужчин, независимо от национальности. Очень многие высказываются в защиту девочек, и снятие с них любых обвинений, приводя факты насилия над детьми со стороны их отца Михаила. С другой стороны, есть люди, которые говорят, что они обязательно должны понести наказание за убийство, тем более своего отца, каким бы он ни был. И первая позиция обоснованная, и вторая позиция тоже более чем обоснованная. Поэтому понятно, насколько суду непросто все взвесить, найти самые убедительные аргументы, разложить все по полочкам и принять единственное правильное и верное решение, которое бы удовлетворило всех. Но такого, я думаю, в принципе невозможно в любом деле, а тем более в таком громком и сложном. Читая ваши комментарии и вопросы, которые вы задаете, все ваши вопросы можно отнести к следующим группам. Первое. Михаил ни в чем не виноват. Он святой. Виноваты девочки. Они распущенные девки. Второе. Девочки не виноваты. Михаил сам довел их до этого. Он тиран и деспот. Третье. Как могла мать девочек бросить своих детей? Она плохая мать. Четвертое. Почему девочки не обратились в полицию, не убежали из дома, а замыслили убийство? Пятое. Почему соседи, видя, что происходит в семье, не сообщили в правоохранительные органы? Шестое. Кто покрывал Михаила? В этом ролике я постараюсь ответить на эти вопросы на основании собственного житейского опыта. Посмею высказать собственное мнение, как родителя, отца, вырастившего, воспитавшего и, как раньше говорили, давшего им хорошее образование троих моих сыновей. Сейчас я ими просто горжусь. И это не значит, что в процессе роста и воспитания все было только замечательно. Поначалу, когда они были совсем маленькие, было очень трудно. Бессонные ночи, животики, температура и так далее. Это все, конечно, надо было преодолеть. Потом наступает так называемый няшный период, когда малыши становятся симпатюлями, красотулями и няшками. Школа – это отдельная песня. Человек учится, развивается, взрослеет. И в процессе взросления няшный период вдруг начинает заканчиваться. Детки начинают требовать большей свободы, выходят из-под контроля родителей и пробуют начинать самостоятельную жизнь. Ведь всем знакомо это. И вы и я проходили через это. Вспомните себя в 14-15 лет. Что, все было гладко в отношениях с родителями? Нет, конечно. И в принципе это нормально. Переходной период никто не отменял. Природа так устроена. И этот период очень сложный. Еще год-два назад они были управляемы. Были няшками. А тут на тебе какие-то самостоятельные поступки, решения, непокорность, свои взгляды, свои ответы. Можно сказать, дерзость. Да как ты смеешь? Я все для тебя делал. А ты? А что ты? Дитя уже не няшка, а вполне взрослый человек. И управлять им уже практически невозможно. Только словами. Или чем другим. Или насилием. Ведь так? А насилие вполне может породить и ответное насилие. В смысле дерзость. И это тоже так. Очень многое зависит от поведения родителей в этот период. Если человек понимает, что происходит, он может пройти этот период и без насилия. Если не понимает, то конфликты, насилие и как в итоге испорченные отношения, может быть даже навсегда, все это может случиться. И что? Родители понимают, как вести себя в этот период, обращаются к услугам детских психологов или к другим опытным людям. Да нет, конечно. Вот вы, вот вы, кому-то обращались за помощью, советом когда-нибудь в своей жизни. Ответ, скорее всего, будет нет. И это правильно, в кавычках, конечно. Ведь кто, как не родитель, лучше знает, как воспитывать и обращаться со своим ребенком. А даже если и обращались, то в лучшем случае выслушать и забыть. Ведь ребенок – это их личная собственность. Что хочу, то и делаю. Хочу – балую. Хочу – не балую. Хочу – наказываю. Хочу – не наказываю. Ведь так, слава богу, что не убивают. Да? Давайте теперь обратимся к рассмотрению семьи Михаила Хачатуряна, его жены, дочек, сына. Делая ролики про это ужасное убийство, поневоле погружаешься во все детали происшедшего, узнаешь новые подробности. Начинаешь лучше понимать, почему и как это произошло, причины этого происшествия. В целом, я нахожусь на позиции сестер Хачатуряна. Стер Хачатурян. Вижу, что они решились на этот неправильный поступок убийства человека, своего отца, ввиду того, что посчитали, что других вариантов просто нет. Они загнаны в угол. Им никто не может помочь. Ни мать, ни правоохранительные органы. Никто. Насилие над ними со стороны отца будет продолжаться, или они совершат этот акт. Это убийство. Вот как бы вы поступили бы в этой ситуации? Убежали бы. Вас нашли и вернули. Все контролируется. Написали бы заявление в милицию. Не принимают. Все схвачено. Отравились. Покончили жизнь самоубийством. Было и такое уже. Откачали. И все по новой. Угрозы и насилие. Может, действительно, ужасный конец лучше, чем ужас без конца? Мне могут возразить. Сергей, ну о чем ты? Посмотри на эти веселые и счастливые лица на фотках. На эти веселые ролики. Да, действительно, есть фотки. Веселые и счастливые лица детей. Это ведь няшки. Симпатюли. Посмотрите, какие они счастливые. Едут в джипе. Веселятся. Улыбаются. Поют песни. Да, я видел эти фотки, эти ролики. Ролики, кстати, убрали. Их уже нет в интернете. Действительно, по этим фоткам видно, что дети в клетке не сидели. Не концлагерь все-таки. Накорленные, обутые, одетые. А что еще для ребенка надо-то? Ах да, чуточку внимания. Ну и это можно дать. Купить какую-нибудь игрушку. И они будут рады. Очень рады. Ведь так все поступают. Ведь стиль многих родителей. Откупиться от детей. Дать им игрушки, гаджет или новое платье. И будь доволен. А воспитание? Какое воспитание? Этим пускай занимается школа. Это не наш вопрос. Ведь так происходит во многих семьях. Давайте теперь посмотрим на личность самого Михаила Хачатуряна. Вроде как связан с преступностью. Какая-то непонятная личность. Темная или серая. Работа стоять на джипе в каком-нибудь центре и собирать филки на подогрев зоны. Вот такая работа. Зону снабжаешь и себя не забываешь. Я думаю, вы видели таких людей. Стоит громадный джип с человеком внутри на одном и том же месте. И чего-то там ждет. Каждый день на одном и том же месте. Возвращаемся к Михаилу. У него было оружие. Было. Пугал он соседей этим оружием. Пугал. Кем он в это время был? Кого он из себя изображал? Наверное, какого-то блатного, которому все можно. И все сойдет с рук. Так как у него есть высокие покровители. Мне могут возразить. Да как же? Как же? Все не так. Он был истовый верующий. Он мог два часа молиться. Пожертвовать деньги на церковь. Совершить паломничество. А я отвечу. Ответ простой. Для многих людей из этой социальной группы это нормально. Это вполне нормально. Многие так и поступают. Пошел на преступление или согрешил. Это одно и то же. Главное после этого покаяться. Помолиться. Откупиться. Ведь так. Ну а что? Нормально. Согрешил. Потом покаялся. Дал денег на церковь. Получил прощение. Индульгенцию. И уже чист и безгрешен. Ведь так. Нормальная такая логика. Вполне логичная логика. Я уже покаялся и откупился. Что вам еще надо? Я безгрешен. Церковь меня простила. Грехи отпустила. Все замечательно. Это я описал здесь мои впечатления об отношении Михаила к миру преступности и церкви. Теперь давайте посмотрим поближе на психологию поведения Михаила. Из опубликованных материалов четко следует, что он был человеком очень неуравновешенной психики. Что у него был шизоидный склад характера. Вам не встречались такие люди с таким характером? Мне встречались. И даже долгое время я имел с таким человеком долгие отношения. Поэтому достаточно представляю этот тип поведения. С виду, но вполне нормальный человек. Улыбчивый, разговорчивый. И пошутить, и посмеяться. И выпить, и закусить. Это с одной стороны. Но бывает. Наступают моменты. Что-то внутри человека перемкнет. Шарики за ролики заскочат. Человек весь покраснеет и начинает нести такую пургу с такой яростью и бешеной энергией, что ты понимаешь, человек становится совершенно бешеным, способным в принципе на любые высказывания и поступки. Какие-либо рассуждения и возражения не принимаются полностью. И извинения за эти высказывания и поступки тоже можете не дождаться. Их не будет никогда. От слова никогда. Так как он считает что-то все правильным. А так в принципе хороший человек, когда спит зубами к стенке, что называется. Когда не в состоянии психоза. И веселый, и энергичный, и даже добродушный. Вам встречались такие люди? Мне да. Не часто, но есть такие. Про вас не знаю. Я с одним таким работал в течение почти 10 лет. Ситуацию понял достаточно быстро, через год. Но полностью разошлись только когда фирма распалась. Представляю, как тяжело было детям в такой семье. Когда они маленькие. Они могут этого не понимать. Ну, обидел папа. Наказал за что-то. Поплакали, а потом забыли. Ведь папа потом добрый. Игрушку купил. А что детям надо еще? Дети есть дети. А когда повзрослели детки. Когда переходной возраст подошел. Тогда все воспринимается гораздо острее. Ведь так? Тут уже игрушки не помогают. Здесь уже проявляется характер человека. Пусть даже и маленького по возрасту. Возможно, были какие-то поступки детей, которыми был недоволен их отец Михаил. В принципе, это нормально. Не все действия и поступки своих детей мы как родители одобряем. Но когда человек уже практически взрослый, старшеклассник, то, наверное, наказывать его как маленького ребенка не стоит. Это воспринимается им как унижение его достоинства. А тем более, если его оскорблять, это еще хуже. Я здесь не рассматриваю сексуальные приставления Михаила к своим детям. Потому что мне это противно. И нет никакого желания разбираться в этой грязи. В частности, по этой причине я перестал пересказывать содержание некоторых публикаций по семье Хачатурян в газете «Комсомольская правда». Мне это противно. Вся эта грязь и недостойное поведение. Вся эта подноготная. Ужас. Последние волосы выпадают. Но ведь это тоже было. Это сексуальное приставание к дочкам. Это ведь доказано следствием. И есть факты. Мне могут возразить сторонники Михаила. Этого не может быть. Это все подтасовано. А я отвечу. Отвечу на этот вопрос. Нормальный человек не может это сделать. Или по-другому. Человек в нормальном состоянии не может. А если человек находится в ненормальном состоянии. Под воздействием алкоголя, наркотиков или еще каких-либо факторов. Тогда что? Что никто не знает фактов. Изнасилования и убийств по пьянке, под наркотой или в состоянии эффекта. Да сколько угодно. Возникало такое состояние у Михаила. Думаю, что возникало. Мог он в таком состоянии совершить поступки сексуального насилия над дочками? Да, вполне мог. Состояние близкое к невменяемости. Раскаивался он в этом перед дочками? Я думаю, не очень раскаивался. Я думаю, что он стремился оправдать себя и свои поступки. По этой причине вполне мог искать поводы обвинить их самих в легком, в кавычках, неподобающем поведении. Что и происходило, кстати. Как мы видим и слышим это по его переписке с дочками. Ведь эта переписка есть? Есть. Это реальность? Реальность. Это факт? Факт. Где он их обвиняет во всех прегрешениях и извращениях. И спрашивается, а разве не он сам первый это начал? А если даже не первый, то что? Надо именно так себя было вести по отношению к своим уже взрослым дочкам? Вот такие вот вопросы можно было бы задать Михаилу, если бы он был жив. А теперь давайте поговорим про дочек. Было ли убийство спонтанным в ответ на агрессию? Думаю, что в какой-то мере да. Просто все сошлось. Они здесь, втроем. Он лежит, спит. Все вроде как спокойно. Но на самом деле чаша терпения уже переполнена. И что-то уже должно было произойти. И это произошло. Было ли убийство подготовленным? Думаю, что и здесь ответ будет утвердительным. Да. Оно было в какой-то степени подготовленным. Так как девочки взяли с собой те предметы, которые были явно у них не под рукой. Нож и молоток. Понятно, что если насилие не день происходит не день, не два, а годы, несколько лет, то такой способ разрешения конфликта может прийти на ум, когда другие способы уже испробованы и не получились. В этом случае мозг начинает неосознанно обдумывать, как это сделать, чем это сделать, в каком состоянии лучше это сделать. И в конце концов это выливается в навязчивую идею, с которой уже ничего нельзя сделать, если не обратиться к психологу. А их было трое, и у всех возникла такая навязчивая идея. Вопрос был только в моменте. Чаша терпения переполнена, их трое, он спит. Кто и что делает, уже понятно для них. Вот такие вот невеселые размышления приходят у меня на ум, когда я вижу эти сообщения про сетер хачатурян. Думаю, что они достаточно верные. Виновны ли они в убийстве своего отца? Несомненно, да, это факт. Именно они втроем его убили. Заслуживают они наказание? Да, чисто формально заслуживают. Но какого наказания? Возможно, достаточно мягкого, но наказание. Освободить просто так нельзя. Это тоже неправильно. Условное наказание. Два, три, четыре года. Думаю, что этого они заслуживают. Что касается матери сестер. Почему она ушла и бросила, оставила своих дочек у отца? Первое, что я хочу сказать, она ушла к своему сыну, которого выгнал Михаил. Второе, вы слышали разговор матери на обсуждение в редакции «Комсомольской правды»? Вам понравилось? Какое ваше впечатление? Она малоразговорчивый человек? Она стесняется? Или она что-то знает и боится проболтаться? Думаю, что это все здесь именно так. Что она что-то знает и боится проболтаться. Плюс к этому видно, что она забитый и затюканный человек. Причем продолжает бояться Михаила. Она, конечно, любит своих дочек, но очень боится Михаила. Боялась Михаила. И он мог убедить ее в чем угодно. Что если она уйдет, то так будет лучше для всех. И для нее, и для дочек. Была ли она женщиной легкого поведения? Да вряд ли. Совершенно не похоже. Посмотрите лучше «Дом-2». Это все вам подскажет. И еще раз по поводу их отца Михаила. Он должен был бы быть судим за насилие над девочками. Если бы был жив. Ведь это доказанный факт. Насилие было. Что касается других моментов, связанных с его темным криминальным прошлым и его связях с чиновниками в полиции. Так кому это сейчас надо? Нет человека и нет проблем. Я думаю, что все полицейские и криминалы сейчас за километр обходят эту тему. Кто такой Михаил Хачатурян? Чем он занимался? На что жил? Зачем лишний раз политься? Спасибо всем, кто выслушал до конца мои размышления, мой монолог на эту тему. Если есть вопросы, задавайте. Постараюсь ответить. Всем всего хорошего. Не делайте ошибок. Берегите себя, свою совесть и честь. До свидания. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok